Родитель – непрофессиональный педагог. Как научиться учить своих детей? Да, и здесь это самый такой вопрос, который говорит о том, что вы выучили свои уроки очень хорошо в школе. То есть идея, что человек должен быть профессиональный педагог, чтобы что-то передать. Как вы научили своему ребенку ходить? Как вы наручили своему ребенку разговаривать по-русски? Ведь русский язык чисто по филологии является пятой вариантом по сложности во всех основных языках мира. Или третьей. Как вы научили его разговаривать по-русски? То есть вы научили своего ребенка разговаривать по-русски лучше, чем я разговариваю по-русски. То есть вы, тем не менее, у вас даже четверка не было по-русскому языку. Как бы это у вас так получилось? То есть как всю мелкомоторику, как он у вас кушает, как вы вообще можете приготовить еду, допустим, два раза в день, три раза в день, особенно когда дети маленькие, которые дадут ему развиваться, не будучи диетологом. Вы не заканчивали никаких курсов о приготовлении еды. У вас нет сертификата о том, что вы можете готовить. Почему вы думаете, что вы можете готовить, как любая мамочка может готовить так, чтобы не травить всю свою семью ежедневно и так далее и тому подобное? Опять же, то, что Михаил говорит, что государство всегда нормально, нормализовывая тех вещей, которые вообще совершенно никогда не были нормализованы. Но есть и зеркальное отражение этого. Это делать ненормальные какие-то вещи, которые были всегда нормальными. Все те навыки, которые тебе нужны для того, чтобы ты воспитывал своего ребенка именно в той обществе, в которой ты находишься, у тебя уже они есть. И передавай. И если школа так ужасно подготовила тебя, что ты не можешь передать хотя бы те знания, которые она тебе передала, то нужно задать себе вопрос, насколько она полезна тогда, в принципе. И поэтому идея педагога, то есть идея педагога, это есть институт учителя, да, конечно, есть роль учителя или ставника или педагога даже в любом обществе, конечно, она существует для определенных целей. Но это обычно цель какая? То есть специализированные какие-то знания, которые на самом деле вы не владеете, не можете дать, это в старших классах. Или, может быть, в тех случаях, когда родители по стечению определенных обстоятельств на самом деле оказались, это подавляющее меньшинство, маленький порцент, которые реально не смогут справляться с базовыми задачами, да, то есть и тогда, конечно, может быть, и педагог и нужен. Но идея, что я не могу преподавать своему ребенку, как читать, потому что я не педагог, это просто бред. Ну и самое главное, да, просто немножко дополняя то, что сказал Джастас, лучший подарок, который может делать своего ребенка, это просто погрузить его в какую-то такую питательную среду, то есть где он может смотреть за людьми, которые в чем-то преуспели, да, и получать с ними живое общение. Они там, где ему преподают из-под палки навыки, которые сами люди, которые их преподают, да, в жизни никаким образом не используют. То есть откуда появляется вот это отвращение к обучению? Ты 11 лет наблюдаешь, как люди тебя учат навыкам, которых в жизни, использования которых в жизни ты не видишь, это вопрос, который мне не давал покоя вот как раз вот те первые года, что я учился в школе, и потом травма еще долго меня преследовала, я не понимал там, зачем мне математика? Мне этого никто не объяснил, да, мне объяснили, что 2 плюс 2 равно 4, мне объяснили, что существует там какая-то геометрия, арифметика. Зачем это существует? Я этого не видел своими глазами, это просто не понимал. И сейчас миллионы детей сидят в школах, которым преподают историю, которым преподают математику, которым преподают там литературу, И они не понимают, зачем все это с ними в жизни происходит, потому что единственное применение всех этих навыков они видят только в школе. И, разумеется, это начинает вызывать отторжение, потому что ребенок снова хочет научиться чему-то полезному. И вы со стороны взрослых, старших родителей, конечно, может быть, и понимаете, что все эти навыки полезны. И, разумеется, они полезны, но ребенок этого увидеть не в состоянии, он умозрительно этого понять не может. И вместо того, чтобы его погружать в среду, где он может убедиться в том, что это круто, вы его погружаете в среду, где максимум сил тратится на то, чтобы он этого не понял. Как в известном анекдоте, те, кто не могут работать, те учат, а те, кто не могут учить, преподают физкультуру. Это же не просто так, понимаешь, шутка появилась. Она появилась, потому что действительно, и, к сожалению, в школу идут люди, несостоявшиеся, как правило, несостоявшиеся в профессии, в какой-то профессиональной деятельности, и дети это видят. Ребенка же не обмануть, да? Особенно, если вы в какой-то... Если ваша семья благополучная, да, и ваш ребенок, и вы отправляете ребенка в школу, и он видит там человека, который ему преподает там за 60-70 тысяч рублей какие-то навыки, он что видит? Он видит, что человек, который обладает этими навыками, не смог в жизни занять вообще какого-либо уважаемого положения, потому что уважаемый человек, да, 60 тысяч рублей. Дети, вы, может быть, там можете говорить, да, вот долг учителя, там, выслог комиссии учителя. Ребенок в 10-11 лет его не поймет умозрительно. Он увидит, что вот несостоявшийся человек, да, распинается там перед детьми куда более уважаемых родителей, которые, да, не могут посвятить свое время своим детям, потому что их время стоит дороже, чем время этого учителя. Вот какой урок ребенок приобретает в школе. Поэтому, ну, поэтому такая порученная система буквально. Совершенно верно.